Ученические парты оренбургских школ будут пустовать до 21 января. В управлении образования Оренбурга поясняют, в пятницу на совещании будет принято решение о продлении или прекращении школьных каникул. Но карантин – это не единственная мера, которую предпринимают в эпидемию гриппа. Работа поликлиник увеличена до 22 часов. До 20 часов принимаются вызовы по неотложной помощи. В субботу и воскресенье несколько сокращен рабочий день, до 14 часов прием и до 19 часов принимаются вызовы. Как отмечают в Минздраве области, на сегодня в аптеках достаточно препаратов и средств индивидуальной защиты. Скорая помощь оснащена дополнительными дежурными бригадами, а в больницах проведены ревизии оборудования, необходимого для лечения больных гриппом и ОРВИ. Увеличено и количество коек в стационаре для обслуживания больных, страдающими ОРВИ и гриппом. 3% из всех заболевших обслуживаются в стационаре. Это дети первого года, первых трех лет жизни, особенно дети температурящие, высоко лихорадящие, беременные в обязательном порядке госпитализируются, ну и взрослые пациенты, особенно за 60 лет, у которых эти заболевания чреваты осложнениями, вплоть до летальных. Число больных по сравнению с предшествующей неделей увеличилось порядка на 39%, рост по всем возрастным группам, но наиболее интенсивно заболеваемость возросла, как я уже сказала, среди школьников и взрослого населения. При первых симптомах гриппа и простуды медики настоятельно рекомендуют оставаться дома и вызвать врача, ограничить контакты с близкими, пить больше жидкости, часто и тщательно мыть руки. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, так как это может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. При уходе за больным необходимо часто проветривать помещение, не подходить к больному на расстоянии меньше, чем один метр, использовать марлевую повязку и ежедневно проводить влажную уборку. Для профилактики заболеваний необходим здоровый сон, полноценный рацион и регулярные физические нагрузки. Их могут заменить также прогулки на свежем воздухе. По возможности нужно ограничить контакты с чихающими и кашляющими людьми.